Может, нам не стоит идти по дороге? А то вдруг кто-то будет ехать на машине и увидит нас. Поднимут тревогу и подумают, что ты меня похитил. Ты друг, я друг. Да, конечно, мы друзья, но другие люди не знают об этом. Хотя, уже поздно сворачивать. Вон полицейские на дороге стоят. Вот это мы влипли. Стойте, немедленно опустите мальчика на землю, или мы будем стрелять. Не стреляйте, я сам залез к нему на плечо. Они заставили тебя так говорить, но ты не переживай, мы спасем тебя. Сейчас вызовем спецслужбы и армию, они расправятся с этими монстрами. Нет, пожалуйста, не нужно. Я буду плакать, если вы так сделаете. Я люблю этих монстров, они мои друзья. Это как же нужно было запугать ребенка, чтобы он такое говорил. Несчастный малыш. Парень, не волнуйся. Приедут танки и разберутся с этими гигантами. А тебя, наверное, нужно будет спасать с вертолета. Не вмешивайтесь в наши дела. Гигантер, беги. Мальчик, ты делаешь большую ошибку. Они съедят тебя. Вызывай подкрепление. Нужно освободить мальчишку. Может, не нужно, шеф? Вы же знаете этого парня. Он ненормальный. Вечно водится с какими-то ужасными созданиями. Вспомните сами. Говорил, что Слендер его лучший друг. Да, действительно. Похоже, у него не все дома. Да и зачем нам эти проблемы? Нам бы заработать чуток, а не с чудовищами сражаться. И то верно. Это не входит в обязанности полиции. Нам дорогу патрулировать нужно. Вдруг кто-то в нетрезвом виде за рулем будет ехать. А мы его оштрафуем. Вот и заработаем. Но бабушке его позвонить нужно. Пусть всыплет ему хорошенько по попе, чтобы не водился с кем попало. Стой, гигантер! Стой! Кажется, оторвались. Давай дальше по лесу пробираться, чтобы больше не попадаться в неприятности. Вот она. Пещера, в которой вы будете жить. Думаю, она достаточно высока, чтобы вам там было комфортно. Тут, конечно, нет ничего, кроме камней. Но за временем мы тут все обустроим. Вы, главное, старайтесь не показываться людям на глаза, чтобы на вас опять не открыли охоту. Я сейчас пойду к бабушке покушаю. А завтра вернусь к вам. Хорошо? Хорошо, друг. Здравствуй, бабуля. Я вернулся. Здравствуй, здравствуй. Заходи. Не стесняйся. Ну и как? Весело провел время. Ну, как тебе сказать. Неплохо. Ага. Ну, тогда теперь пора и за учебу взяться. Без моего разрешения и с дому ни ногой. Понял? Ну, бабушка, мне нужно завтра пойти погулять с друзьями. Я сказала. Учиться, учиться. И еще раз учиться. Не помню, чье это выражение. А друзья подождут. Но, бабуля, ты не понимаешь. Я пообещал, что скоро вернусь. Если ты еще раз мне возразишь, я тебя вообще никогда не выпущу отсюда. Будешь до старости уроки делать. Гигантор теперь подумает, что я его бросил. Бабушка, уже месяц прошел. Можно мне теперь пойти погулять? Нет. Но моему мозгу нужен кислород, чтобы лучше думалось. Ладно. Так и быть. Иди погуляй. Но только недалеко. Сбегаю в пещеру по-быстрому. Она и не заметит. Бедняги. Вы тут так целый месяц просидели, что ли? Друг, я скучать по тебе. Простите. Но мою бабушку что-то нашло. Она не выпускала меня из дома. Холодно тут, однако. Может, зажжем костер? Гигантор. Гигантор, принеси, пожалуйста, дров. А я за спичками схожу. Главное теперь не попасться бабушке на глаза. Ну что? Нагулялся? Теперь садись, сделай уроки. Но, бабушка, я еще не... Опять решил со мной спорить. Сейчас в угол поставлю. Снова я подвел своих друзей. Уже целый месяц прошел, как я и обещал принести спички. Но лучше поздно, чем никогда. Бабушка, можно мне погулять? Да, иди. Вот так, легко. И уже нет никаких ограничений, как раньше. Да, пожалуйста. Гуляй, сколько влезет. Здорово. Хе-хе. Навряд ли его кто-то там ждет теперь. Уже два месяца прошло. Все друзья, небось, разбежались давно. Привет. Как вы тут? Мы скучать без тебя, друг. Простите за опоздание. Меня бабушка опять не выпускала из дому. Уж не знаю, что на нее нашло. Давайте разведем костер. Смотрю, вы уже и дров натаскали. Надо бы еще сюда какую-то мебель принести. Чтобы тут было на чем посидеть. Сейчас по-быстрому сбегаю, принесу стул. Побудь с нами еще, друг. Соскучилась по тебе. Да не переживайте. Я скоро вернусь. Сегодня бабушка добрая. Разрешила гулять, сколько влезет. Если ты не прийти, мы умрем от тоски. Я мигом. Одна нога там, другая здесь. Чего так быстро вернулся? Стул хотел взять. С новыми друзьями посидеть. Ты же на камнях сидеть не разрешаешь, бабушка. Что? С друзьями посидеть, говоришь? Так значит, ты за старое взялся. Водишься со всяким сбродом. Я все о тебе знаю. Живо в дом. Теперь ты у меня никогда на улицу не выйдешь. Всю жизнь уроки будешь делать. О, нет. Как ты думаешь, получится ли у Балди избежать от бабушки к своим друзьям? Напиши в комментариях и поставь лайк. А также не забудь поделиться роликом с друзьями. Ну и не ленись, подпишись. Хорпик ждет, хорпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, память доставил. Хорпик ждет, хорпик ждет, давай не ленись, подпишись. Хорпик ждет, хорпик ждет. Да. Ес. О да, детка.